Всем привет! У нас сегодня второй мукбанг сзади. Сменила чуть-чуть локацию. Вон стоит таз, там лежат кости, печенюшки. Короче, все для наших дорогих друзей. Я надеюсь, что они в процессе моего мукбанга присоединятся, и вы, так сказать, в реальном времени их застанете. Но не знаю я, случится это или нет. Держи. Хорошо. У меня два яйца, у нас время уже 11 часов. Два яйца, две сосиски и бутерброды с плавленым сыром. Что ты хотел? А еноты, я не знаю, семья это или нет, енотики эти, они открыли там тумбочку, и в этой тумбочке был до сыра. И они, вон туда, в тот тазик, они доширак туда. Да, в этом тазике заварили себе доширак. Короче, вчера эти енотики съели больше нашего. Натанин день рождения. Им обломилось все. И шашлык, и пирожные, не знаю, тонна хлеба, который они так это обожают. Ну и все. Значит, мы их накормили. А, накормили. Короче, мы сидели за столом уже. Это водой я капнула сейчас. И уже, значит, под вечер, под конец застолья. Пью чай. Под вечер, под конец застолья, мы что-то все разошлись по комнатам, ну, по своим делам просто. И со стола еще на тот момент не успели убрать. И у меня в тарелке лежало два куска мяса. Ну, маленькие такие. То есть был целый шашлык, я его порезала, и у меня осталась пара маленьких кусочков. Я еще, когда уходила, думала, что это плохо кончится. Угу. Выхожу из комнаты, поднимаюсь, а они вчетвером вокруг моей тарелки сидят за столом. Вот это мама и три этих ее отпрыска. Ну, естественно, мясо мое они сожрали. Все, что там было, ну, для них вкусное. Хлеб сладкое. Это они все, короче, подчистили. Ну, и ушли довольные. Ну, все, казалось бы, они уже объелись. Они ушли. Ну, мы все оставили как есть. Ну, то есть не придвигали лавочку, вот как я рассказывала до этого. Не запечатывали там все эти шкафы. Думали, они сыты. Короче, эта шайка пришла ночью. Они открыли все ящики. Они рассыпали всю крупу здесь по полу. Лапшу, крупу. Короче, все изничтожили. Вот. Взяли пачку доширака. Разорвали ее. Вытащили лапшу. И вот в этом тазу с водой они себе, собственно, ее и замочили. Вот этот доширак. Причем на утро, когда мы все это обнаружили, ну, там реально от доширака одни крошки остались. То есть они прям все сожрали подчистую. Сегодня днем. Короче, мы ну, не днем, уже сейчас ближе к вечеру. Мы с Сашей ушли к бабушке. Мама на работе. Здесь Тая. Звонит и говорит. Маленький енот, который самый наглый тут один есть, он, говорит, пришел на кухню и пошел шерстить, говорит, опять по этим ящикам. Но благо она успела лавку придвинуть. Она, говорит, я пытаюсь его выгнать, а он не уходит. Она, говорит, я, короче, ушла сама, но она их боится. Она, говорит, я, короче, ушла сама. Она ушла, ну, он здесь что-то походил-походил, ничего не нашел. Она, говорит, выхожу через какое-то время, они все здесь. Сидят, говорит, смотрят на меня. Ну, оттуда как раз детали их стоит. Сидят, говорит, на меня смотрят. Ну, я, говорит, там ничего не даю. Они посидели-посидели, ушли. Потом, говорит, опять прихожу через какое-то время. Мать возле тазика, а эти двое, говорит, висят на заборе. Причем, говорит, не пойму, то ли они туда, то ли они оттуда перебираются. Опять, говорит, ушла, Таня. Причем, говорит, прихожу, нет никого. Ну и сидела, говорит, тут на кухне, говорит, через какое-то время мать приходит. Вот, зашла, посмотрела, что детей нет, вернулась и ушла. К тому же мамка моя пришла с работы, купила им арахис. Вон лежит этот арахис в мешочке, чуть ниже тазика. Ну, говорит, они, говорит, это, ну, мать, понюхала, но есть не стала. А мы сегодня варили бульон куриный на суп, прямо из пачки, из целой, вот этого для супового набора. И я его сейчас ободрала весь, ну, мясо сняла в бульон, а кости остались, вот эти позвоночники. А вот я четыре штуки положила туда, а еще таз у меня здесь. То есть им обожраться просто-напросто. Вопрос в том, когда придут. То, что придут, это сто процентов. Вопрос в том, когда и застанем ли мы их тут. Я вам, кстати, пока покажу. Саша, оказывается, заснял. Как все украсили. Станем на день рождения здесь, как это было изначально. Не как я сегодня снимала днем. Все, вот такая была красота. Ну, быстро, короче, ветром там все это посносила. Вот, ваша мать не хотела есть число. Ну, я думаю, надо попробовать, вдруг придут. Все, уже стол накрыт. Что ждут? В общем, они нас уже не боятся. Даже я когда поднялась, они сидели за столом у моей тарелки. Они не шуганулись, когда я зашла. Они не спрыгнули со стола. Они просто уставились на меня. И уже когда я начала, говорю, вы чего тут устроили? Вот тогда они поспрыгивали. Ну, это вот к тазику вернулись и дальше не ушли. Прикольные такие маленькие. Саша прикалывается. Он говорит, так они, говорит, это... Таня говорит. Они, говорит, пришли тебя поздравлять. Это уже как члены семьи. Он говорит, давай угощай их тоже. Ну, ты вчера и она перепадала все подряд. Саша посмотрел сегодня ролик, который я выложила сегодня. Где я рассказываю, как меня нае. Сначала с квартирой, потом с сиделкой. Он говорит, а что ты не рассказала заодно, как ты сделать еще? Выключи звук. А что, говорит, ты заодно не рассказала, как ты матери билет купила? Короче. Мы с Сашей переехали в Нижний Новгород. К нам в гости собралась мама моя прилететь. И я решила заказать ей билет. А я же вообще ноль в этом деле. Я залезла на какой-то сайт. Причем посмотрела сначала на ту туру, что ли там Саша говорил, смотри. Я посмотрела на ту туру, там 14 тысяч, 16 тысяч. Думаю, да еще гляну где-нибудь. И зашла на какой-то сайт, смотрю, 7 тысяч рублей. Думаю, вот оно, надо брать. Взяла. Все, оплатила, перевела. Ни привета, ни билета. Все. Деньги сгорели. Это к вопросу, да, что скупой платят дважды. Тоже мошенники были. Короче, походу не увидим мы единочков. Я бы после вчерашней их обжираловки уже дышать бы не могла. И они еще ночью приходили. И сейчас уже приходили. Мне уже не боятся, когда утром, когда днем заглядывают. Идут к шкафам, они уже как бы прекрасно знают, где что находится, откуда что взять. Им как бы даже мы уже не нужны, они сами разбираются со всеми своими хотелками. У кого-то на этом шорте, где я показывала сельдь, рецепт сельди, ну, типа облегченного хе. Там кто-то очень переживал за мой маникюр. Все, пора бы его обновить. Все. Думаю, претензий, вопросов больше нет. Все, все, все обновила. Не переживайте. Ну, что вы, неужели вы не придете? Нет. Нет. Еще арахис. Думаю, блин, я люблю сама вообще-то арахис. Думаю, ну, дали бы им горстку положили, там проверить будут есть. Нет, нет, не весь с пакетом. Там положили. Просто гора. Да, просто гора. Вот. Ну что, к сожалению, не судьба. Если пока я тут мою, прибираю, что-нибудь засниму, если они придут. Потом, может, в следующий тогда мукбанг ставлю. Все. Всем спасибо. Всем, ну, как всем, спокойной ночи тем, кто собирается спать. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok.